Магия Магия Танечка Скажите, вы любите фокусы? Да, но никогда не могу разгадать ни один Не можете сейчас разгадать, потому что я вам покажу совсем необычный фокус Вот здесь у меня лежит игральная карта Причём не просто игральная карта, а карта с моим автографом Владимир Свечников И обратите внимание, она вот из этой красной колоды, колода с красненькой рубашечкой Но я вам её пока не буду показывать Она пусть у нас полежит вот здесь, потому что это карта предсказания Вот пусть пока она здесь побудет А сейчас возьмём колоду с синей рубашечкой Вот здесь у меня все 52 карты И я попрошу вас выбрать какую-нибудь карту Пожалуйста, пальчик ставьте, куда хотите в колоду Давайте Представляете? Вот так Чудесно Вот, Танечка, не только вам, но и мне очень интересно, какую же карту вы выбрали О, двоечка бубновая Ну, прекрасно Прекрасно Я попрошу вас на этой бубновой двоечке поставить ваш автограф Прошу вас, пожалуйста О, отлично Спасибо, спасибо вам большое Теперь Вот это ваш автограф, хорошо его видно, да? Теперь мы эту карту всегда сможем найти в колоде Не просто потому, что это бубновая двойка Но и потому, что она вообще единственная во Вселенной Эта карта с вашим автографом Да Но пока, пока мы её положим вот сюда, в серединочку Пусть она здесь полежит А вот помните, я говорил, что здесь карта предсказания Скажите, вас хоть немножечко удивит, если вот эта карта с моим автографом Тоже будет бубновой двойкой, но и с той колодкой Это не может быть Почему? Понимаете, самое интересное, что да, это бубновая двойка И не просто бубновая двойка А с вашим автографом Я вам дарю эту карту С Новым годом вас, с новым счастьем Больше у меня здесь никаких карт красных нет Так я не поняла, как это получилось Ну, в другой раз поймёте Спасибо Дорогие друзья Я хочу вам рассказать, как я вообще начал заниматься фокусами Давным-давно, когда я ещё учился в школе Ко мне пришёл мой друг и говорит Володя, я сегодня видел фокусника Так что он делал? Он достал несколько червонцев Пересчитал их Раз, два, три, четыре, пять, шесть Потом вот так сложил их аккуратненько Три положил на стол Раз, два, три Один вперёд, подровнял, щёлкнул пальцами и пересчитал Раз, два, три, четыре, пять, шесть Я говорю, не может быть Что вот так вот сложил Три положил на стол Раз, два, три Он говорит, да Один потом вперёд вот так подровнял Щёлкнул пальцами и пересчитал Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ха, меня это так заинтересовало Я купил книжку по фокусам А там написано Возьмите несколько червонцев Три положите на стол Раз, два, три Один вперёд Подровняйте, щёлкните пальцами и пересчитайте Два, три, четыре, пять, шесть Вы знаете, этот фокус так понравился моей жене Что она мне говорит каждое утро Володя, пожалуйста, положи Раз, два Три червонца на стол Ну, один можешь вперёд Подровняй, щёлкни и пересчитай Раз, два, три, четыре, пять, шесть И вы знаете, теперь куда бы я ни пришёл Я три червонца кладу на стол Раз, два, три Один вперёд Подровняю, щёлкаю и пересчитываю Раз, два, три, четыре, пять, шесть С Новым Годом, дорогие друзья Электростатика С Новым Годом, дорогие друзья Дорогие друзья Все фокусы у нас получаются благодаря тому Что у каждого фокусника в кармане Специальный уменьшительный порошок Не верите? Сейчас докажу Вам хорошо видны вот эти капли? Они, видите, немножко побольше, чем обычные Но если взять немножко уменьшительного порошка Немножко То с картами происходит вот такое уменьшение Чувствуете, насколько стали меньше? Самое главное, самое главное в этом эксперименте Не переборщить с уменьшительным порошком О, кажется, я немножко побольше его здесь положил Вот видите, какие стали карты Итак, самое главное – это количество Количество уменьшительного порошка Когда карты становятся вот такими Вот такими маленькими Здесь уже не нужен уменьшительный порошок Их достаточно сложить Вот так вот немножко их сжать И они становятся вот такими маленькими Здесь, правда, самое важное Тоже не пересыпать порошка Потому что тогда все карты исчезают Обычно меня спрашивают А где я храню увеличительный порошок? Ну, вы знаете, увеличительный порошок Уже давным-давно до меня Изобрели председатели колхозов Которые были в какой-то степени магами Вот представляете, сидит такой председатель у себя дома И думает, что же ему написать в район О будоях у коров И вот он приглашает к себе доярку, милую Милу У которой домик в деревне И спрашивает ее Милочка, а сколько же ты надоешь молочка от фуражной коровы? Мила говорит, да ну, с кормами-то было не важно Всего лишь навсего вот сколько Вот только лишь такое вот количество Ну, хорошо, говорит председатель Милочка Иди, достает свою авторучку Во авторучке-то у него и хранился увеличительный порошок И пишет в район, что мы от одной коровы Надоим вот сколько молока Ну, а там в районе увеличительного порошка еще больше И в город уже пишут, что от одной коровы Будет надоено вот сколько молока А дальше, дальше уже наверх В Москву, в статистику Пишут, что от одной фуражной коровы У нас будет надоено вот сколько молока Но ведь вы знаете, дорогие друзья, что существует три вида лжи Ложь, наглая ложь и статистика Поэтому мы тогда пили не столько молока, сколько писали А всего лишь навсего столько, сколько от одной коровы могла надоить Доярка Мила Дорогие мужчины, у меня к вам вопрос Скажите, вы от жен заначку делаете? Скажу про себя, вы знаете, грешен Делаю, да и храню-то ее вот на самом видном месте Мне иногда говорят, разве можно хранить заначку в бумажнике Ну а почему бы нет? Посмотрите, какая у меня простая заначка Несколько листочков бумаги Но вот когда жены рядом нет Я их вот так складываю Потом бью И вот, как видите Мне, мне всегда хватает, дорогие друзья Но, впрочем, женщины такой любопытный народ У меня супруга однажды заглянула сюда И как вы думаете, что она тут увидела? С тех пор больше никогда не заглядывает Чего я и вам желаю Спасибо за просмотр! Фокус исполняется впервые Исчезающая бутылка пепси-колы С вашей помощью Мы сейчас сосчитаем до трех И она исчезнет Внимание! Раз! Два! Три! А, ну да, конечно Забыл, забыл Очень важную вещь Так Когда первый раз показываешь Ну, всегда что-нибудь забываешь Итак, внимание Вместе со мной Вместе со мной до трех Раз! Два! Три! Так Ах! Ну, конечно же, конечно Забыл Забыл Очень-очень важную вещь Важную вещь Вот платочек Склероз Склероз Очень хорошая болезнь, между прочим Во-первых, не больно И каждый день Узнаешь Что-нибудь новенькое Внимание! Считаем до трех Раз! Два! Три! Так, дорогие друзья Придется вам еще Немножечко подождать А я Потренируюсь Ну, минут 15 И покажу вам Исчезающую бутылку Пепси-колы Получилось С Новым Годом! С Новым Годом!